Сегодня мы решили провести экскурсию по различным местам нашего города. В каких-то из них мы уже бывали и рассказывали о тех проблемах, которые там существуют. В других побываем впервые. В общем, смотрите и наслаждайтесь. Проспект Октябрьский, 18. С момента последнего нашего визита сюда здесь произошли некоторые изменения. Колодец, как мы видели, подняли, а вот лестница так и валяется на том же месте. Музыка Наши амурские работники городского дизайна здесь проявили верх своего мастерства. Лавочки расположены в очень удачном месте. Здесь даже в самую жаркую погоду всегда тень есть, что-то вроде столика и урны под мусор. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видимо не зря котики облюбовали это место для отдыха, здесь все натурально и не может нанести никакого вреда людям, но все же они говорят детям не приходите сюда. Это раритетный образец горки для детей, такие вы скоро сможете встретить только в специальных музеях, а пока пользуйтесь моментом, скатитесь с нее, здесь все удобно, вот например досточка специально, чтобы не упасть в ямку. А на этом камешке можно просто посидеть, особенно в яркие солнечные дни он очень хорошо нагревается. Добро слушает. Здравствуйте, Кирилл Сергеевич, вас телекомпания «Мурск» беспокоит, можно вам пару вопросов задать? Да, давайте. Ну первое, когда приведут в надлежащее состояние ливневые колодцы в тех дворах, где шел ремонт? Именно за 300. Ну строители 42-44, это к примеру. Строители 42-44? Да. Первый раз от вас слышу, что там по ливневке проблема. Ну это вопрос управляющей компании, потому что дорог придомовыми территориями занимаются они. Следующий вопрос. Кто должен подстригать траву во дворах и когда это будет сделано? Правляющие компании в соответствии с размером оплаты гражданами. А когда будет ремонт дворовых территорий по проспекту строителей 42-44? А что вы подразумеваете под ремонт дворовой территории? После ремонта дороги там остались материалы, которыми ремонтировали все, и это до сих пор не приводится в надлежащее состояние. То есть проведено благоустройство? Да. То есть 42-44. Ну сейчас сразу сходу вам не могу ответить, потому что они выезжали, но я запишу себе. Строители 42-44? 42-44. Проверим, что там не убраны. И конечно управляющая компания должна была претензии уже предъявить подрядной организации, которая работала на этом доме. И будут ли там нормальные детские площадки? Как решат собственники. Если они хотят, чтобы у них были нормальные площадки, значит именно подключать депутатов. Дело в том, что те средства, которые выделяют полиметал, в основном устраиваются площадки для общего количества. Ну когда площадка выбирается, где больше домов будет задействовано. А именно для двух домов, пускай собственники принимают решение, есть депутаты. То есть надо не просто сидеть и ждать иждивенческие, когда придут к нам и сделают площадку. А надо выходить с заявкой, с ассоциативой и сами, чтобы собственники потом отвечали. Это потом же нести ответственность за содержание этих площадок. Это не просто так нам сделали и мы... И кто-то вам придет, а потом платить за их содержание, покраска, ремонт. Поэтому здесь иждивенческие настроения должны исчезнуть. Поэтому собирайтесь, что вы хотите, выходите с предложениями, есть депутаты, каждый год эти вопросы рассматриваются. По проспекту Комсомольский 24 выходили уже не раз на депутатов, писали, ответ от администрации был. Но детская площадка там так и не делается. Комсомольский, какой еще раз назовите? Проспект Комсомольский 24. Когда сделают там нормальную детскую площадку? Ну вот, я вам для примера Победа-2 скажу. Там люди сами сделали площадку, участвовали в конкурсе и еще выиграли 700 тысяч полиметалных наградил призом для благоустройства своего двора. Никуда люди не обращались, ничего, самостоятельно. Проявили инициативу, гражданскую ответственность и сделали себе двор. Поэтому самое главное, чтобы пропало иждивенческое настроение. То есть вы нам должны прийти и сделать, а мы будем сидеть ждать, когда же нужно уходить от этого. А многие хотят себе детские площадки, но здесь инициатива граждан в первую очередь оценивается. Не просто сели, написали заявление, по телефону позвонили, а что-то сами сделали. Прекращать надо быть иждивенцами, надо самим выходить и начинать работать. А администрация уже будет помогать инициативным гражданам. И еще один вопрос можно? Когда в поселке индивидуальный появится знак на электрощитовой? Где? На электрощитовой будке. Сегодня это просто на полном совещании поднимался к сетям, обещались на этой неделе. После окончания там у них ремонтной работы проводятся, заняться этими объектами. Хорошо, спасибо большое за потраченное время. До свидания. Делать выводы предстоит именно вам, наши уважаемые телезрители. Именно от вас зависит прежде всего, каким в будущем будет наш город. Красивым и процветающим или умрет в горах мусора и разрухи. КОНЕЦ Продолжение следует...